Дорогие друзья, это видео будет посвящено теме обследования при беременности. Тема не маленькая и, конечно, будет много других видео на тему обследования, но в нескольких словах я хочу обратить ваше внимание на ряд очень важных факторов. Во-первых, обследование не обязательно при беременности. То есть, когда начинают манипулировать в жизни женщин и запугивать, и говорят, что без того или другого обследования, без анализа, без какого-то теста женщине дадут, например, декретный, или она не получит доступ к роддому или ещё что-то. Это всего лишь пустословие, это манипуляция. И также это словесное насилие, когда женщину просто запугивает. Этого не должны делать. Другими словами, обследовать для женщины беременной не обязательно. Есть женщины, которые вообще не ходят по больницам, не становятся на учёт, и это тоже не лучший вариант. Но, с другой стороны, для того, чтобы контролировать состояние беременности, мы должны предлагать женщине некоторые анализы, чтобы отличить, скажем, патологии от нормы, чтобы назначить вовремя лечения, это очень важно. Поэтому решение за и против различных видов обследования принимает сама женщина. И если она считает, что это обследование или, скажем, этот анализ ей не подходит, не нужен, в этом нет ничего плохого. То есть не нужно бояться отказываться от тех анализов, которые вы должны оплачивать сами, и они, к тому же, очень дорогостоящие. Поэтому всегда нужно завешивать вот эти все за и против и повышать свой уровень знаний. Также есть разные понятия между скринингом и диагностикой. Вы довольно часто слышите такие понятия, как пренатальный генетический скрининг или скрининг на диабет, и в то же время диагностика. Чем отличается скрининг от диагностики? Вот представьте себе ситуацию, что где-то в каком-то помещении находятся 100 женщин. И мы знаем, что те женщины, у которых красное платье, у кого-то из них может быть какое-то заболевание. Поэтому мы как раз выбираем женщин, у которых есть красное платье. Это есть скрининг, то есть это не диагностика. Но если, скажем, мы обнаружили этих женщин в дальнейшем, если мы обнаружили отклонение в скрининге, то есть в выборке, то есть мы заметили что-то не так с платьем или с поведением женщин, или еще что-то, то мы можем предложить как раз диагностику для опровержения или подтверждения диагноза. То есть слово диагностика означает постановка диагноза. Поэтому диагностические методы, эти методы, которые подтверждают или опровергают диагноз. Скрининговые методы – это всего лишь поверхностное определение. Всем известна, например, такая как реакция Вассермана, которая используется как скрининговый метод для поиска людей, которые, возможно, заражены сифилисом. И у беременной женщины почти 30% этот анализ может быть положительным. Не потому что у них есть сифилис, а потому что это реакция беременности, то есть это особенность беременности. И тогда таким женщинам могут предложить дополнительные методы как раз диагностики для постановки уже точного диагноза. То есть заражены они сифилисом или это просто ложноположительный результат. Значит, между скринингом и диагностикой все-таки существует разница. И поэтому, когда врач вам предлагает какой-то метод скрининга или диагностики, вы должны уточнять врача с какой целью, зачем и насколько этот вид, скажем, обследования будет вам полезен, уместен ли он в вашем случае. Самая большая проблема та, что большинство лабораторий, даже в развитых странах, не имеет референтных значений для беременной женщины. И если вы посмотрите на свои анализы, вы увидите, что очень часто там только стоят женщины определенного возраста, например, репродуктивного возраста 18-54 года, и нет никаких абсолютно других показателей, в том числе для беременных женщин, не говоря уже даже у женщин в послеродовом периоде. Поэтому часто референтные значения отражают как раз норму для женщин, которые не беременны. Но при беременности происходит очень много изменений, мы будем на эту тему говорить в других видео, то есть эти изменения на всех органах и системах органов. Поэтому мы не можем это не принимать во внимание. И даже различия, то есть посмотрите, как женщина выглядит беременна и не беременна, особенно та, которая уже в третьем триместре и, как говорится, готовится к родам. Конечно же, огромные различия. Только некоторые лаборатории начали вводить референтные значения для беременных женщин. Это не значит, что этих референтных значений нет, как бы нет никаких публикаций, на которые мы можем ориентироваться. На самом деле они есть. И многие профессиональные общества, акушеров, гинекологов в разных странах предлагают использовать эти референтные значения. К сожалению, все вот эти анализы, тесты, они рассчитаны на общие популяции. Поэтому довольно часто просто не учитывают беременные женщины. Поэтому именно их референтные значения не учитывают эту категорию женщин. Поэтому это нужно менять вот эти значения. То есть нужно, чтобы, например, тот же заведующий лабораторий был заинтересован в том, чтобы поменять эти референтные значения и использовать те, которые уместны при беременности. Также важно чрезвычайно понимать, что лечение назначается после обследования. То есть не можем мы назначать лечение от бухты-барахты, потому что врачу не нравится что-то какое-то одно, например, лейкоцит. О лейкоцитах мы будем еще говорить. Но лейкоциты – это не диагноз. Если вы слушали мое видео о коммерческих диагнозах в акушерстве, беременной, при беременности, я называла несколько названий, которые до сих пор используют как диагнозы, что это не диагноз, и также до сих пор это все лечит. И, например, мне написала недавно одна женщина, что ей врач предлагает какой-то там почечный чай, и в показаниях написано, что нефропатия беременности, потому что якобы такой диагноз существует. А вы знаете, на самом деле это отсталость, и, конечно же, производители таких чаев, да и прочих лекарств, и не лекарств, на самом деле довольно часто не учитывает как раз современный подход в описании состояния беременности, в том числе нормальных явлений при беременности. Поэтому нужно быть очень осторожным. И как раз если подтвердили мы диагноз, вот тогда мы можем назначать лечение. Тем более, что беременность не болезнь. Поэтому при беременности только некоторые осложнения могут корректироваться медикаментозно. Только некоторые. В основном, если мы видим, что происходит какое-то серьезное заболевание, осложнение беременности, довольно часто мы такую беременность прерываем. И, увы, это случается. И чем позже возникло это осложнение, тем, конечно, может быть лучший исход для самой женщины и для самого ребенка. Продолжение следует... Продолжение следует...